Здравствуйте, дорогие зрители! В одной из комнат у меня идёт ремонт, ну а я, тем не менее, всё равно занимаюсь своими винтажными полочками. И я вчера навела порядок на своём столике, переставила пепельницы с полки на столик. Ну, в будущем обязательно всё равно куда-то я их в другое место определю. Эти пепельницы многие стояли у меня на шкафчике, теперь там у меня расположился тигр, потому что его обязательно нужно куда-то было пристроить. Мне показалось, что вот тигр будет хорошо смотреться с каменными вещами. Здесь у меня пепельницы малахит, оникс, хагат и карандашница. Выше у меня пошёл бык, потому что мне написали комментарии, что быка и тигра нужно разъединить. Я так и сделала. Две мои любимые винтажные пепельницы здесь на полке, тарелочка, ваза. Не очень мне нравится подставка под винтажную тарелку Дулёва, но пока так. Ну, всё равно я вытирала пыль, наводила порядок в этом шкафчике вчера. Строители у меня работали, муж им помогал, ну а я занималась в своей комнате. Здесь тоже потом будет ремонт после той комнаты в этой. Ну, а пока всё равно вот так. Я всё это перетирала, убирала. Конечно же, нужно будет разъединить книги и посуду. Это естественно. Часы вот эти я поставила, они стояли у меня выше, я опустила их пониже. И мне кажется, стало лучше смотреться. Но часы, конечно, прекрасные. Может быть, в будущем даже я их определю на стену. Там есть специальная штучка для того, чтобы повесить на гвоздик. Полочка с Ониксом. И посмотрите, здесь у меня снеговичок. Снеговичок и портрет сына в рамочке. Это сделала моя тётя много-много лет назад. Сама нашла фотографию старенькую. И вот сделала такую прелесть. Я её достаю каждую зиму и ставлю. А после того, как зима заканчивается, убираю в закрытые полки шкафа. Ну и я нашла вот такого котика и стала его разглядывать-разглядывать. Это старенький подсвечник, причём давнишненький такой. Давнишний. Думаю, а может быть, это тигр? Или это кот Васька такой полосатый? Как вам кажется, у тигра есть такие усы или нет? Этот тигр у меня ещё один. Винтажный. Он куплен, ну, наверное, в перестройку. Там где-то был год тигра. Вот как раз, наверное, не 12 лет назад, а 24 года назад. Да, я так думаю. Да, 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 да. Ну, точно не 12 лет назад. Там у меня ещё пепельница с бычком. На полочке тоже разъединена с тиграми. Но пока останется. И я купила себе к Новому году новую сумочку. Абсолютно недорогая. Это фирма София. Фабричный Китай. Мне так она понравилась. Она вообще дешёвая-дешёвая, эта сумка. Но это кожа. Там было написано. Всё-всё-всё. И страна-производитель, и фирма, и материал, из которого приготовлена и изготовлена эта сумочка. Она небольшая, эта сумка. Тут она на весь кадр. Но на самом деле она довольно-таки миниатюрная. Держит форму. Это я купила себе сумочку к Новому году. Но у меня ещё идёт одна сумочка из Авито. И вот это одна из моих любимых сумок. Она, наверное, напоминает мою новую сумку. Да? Но это совершенно разные сумки. Вот эта сумка итальянская. Марина Орландия. Она очень дорогая, эта сумка. Я её покупала дорого, хотя и со скидкой. Чем она мне нравится? Здесь отделы все разъединены между собой. И вот у меня в одном отделе ключи от дома, в другом от квартиры. В центральном отделе у меня всё остальное, то, что мне необходимо для работы. Очки. Ну и кое-что ещё. Это кошелёчек мой. Обзор я на свои кошельки как-то делала. Кому интересно, посмотрите. И я оставлю вам обзор. На мой новогодний плейлист. В этом году я доставать Деда Мороза не буду. Ну и секретная информация, которая должна быть у всех у нас. Это QR-код о вакцинации. До встречи. Пока. Увидимся. До встречи.